Сначала саровские поисковики были присоединены к поисково-спасательной группе «Рысь» города Арзамаса. Днём рождения филиала в Сарове добровольцы считают первые поиски пропавшей девочки Зарины Авгоновой в Вознесенском районе в августе 2019 года, хотя официальное открытие состоялось годом позже. Постепенно к команде неравнодушных людей присоединялись новые волонтёры. Сейчас в отряде состоит 70 человек из Сарова, Глухого, Дивеева, Первомайска, Кошелихи. У людей всегда не хватает, потому что у людей есть своя какая-то жизнь, есть работа, есть свои какие-то дела, которые тоже нужно делать. Поисковиков всегда не хватает, потому что некоторые поиски затягиваются на несколько суток, и люди устают, их надо менять. Поэтому хотелось бы больше, но пока рады тем, что есть. Волонтёром-поисковиком может стать любой желающий саровчанин, не имеющий судимости и хронических заболеваний, а также готовый пройти специальный курс обучения. Самая важная цель Рыси – совершенствовать поисковую деятельность, чтобы по итогу как можно чаще звучали слова «найден, жив». Команда Рыси – это добровольцы-поисковики, координаторы, картографы, инфорги, а также спикеры Школы детской безопасности. Волонтёры проводят беседы с детьми в школах и детских садах о правильном поведении при чрезвычайных и стрессовых ситуациях, организуют командные и познавательные игры для закрепления материала. Короткий курс о том, как себя вести, если ты, условно, потерялся в лесу, если ты потерялся в торговом центре, если ты оказался там, где возник пожар. Сейчас у нас ещё есть один проект – это «Озорной рысёнок». Ну, это что-то наподобие весёлых стартов, то есть в игровой форме. Дети погружаются в атмосферу того, как всё проходит на реальном поиске. За всё время работы в Саровский филиал «Рыси» поступило 155 заявок на поиски. Добровольцы нашли 145 пропавших. 21 человека нашли непосредственно волонтёры поисково-спасательной группы «Сарова». Осень в самом разгаре, и грибники массово выходят на тихую охоту. Добровольцы «Рыси» советуют в поход одеваться теплее, брать с собой с запасом еду и воду, полностью зарядить телефон, приготовить аптечку с индивидуальными лекарствами. Также можно взять рабочий жилет кислотно-салатового цвета, который хорошо заметен издалека, и сигнальные средства – свисток, фонарик, сигнал охотника. Поисковики особо обращают внимание родственников пропавших. Не выжидайте, если человек не пришёл домой вовремя. Сразу же обращайтесь в полицию или звоните по номеру 112. Светлана Ярнова, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.